В России в южных и центральных регионах начался паводок. Липецкая, Воронежская и Тамбовская области уже ликвидируют последствия половодия. Отверская, Рязанская и Московская готовятся встретить большую воду. Как обстоят дела в Чуваше и что готовит пришедшая весна в нашем следующем репортаже. Ну а касаемо паводков, конечно, трудновато. Зимой, когда снег не чистят, здесь трудные проезды. Хотя, в принципе, чистят его. А весной так вот эти вот лужи идут с дороги вниз. Некоторые дома топят. У нас, в принципе, не затапливают. Мы делаем определенные лотки, либо дорожки для воды, чтобы они стекали по определенной колее. Никакая весна не страшна нам. У нас большой ураг, глубокий, как говорится, ухабин там. Все нормально так, что нечего беспокоиться нынче. Вода уже ушла, потому что перегородка есть у нас. Как говорят, заборчик сделан. Ну, для отвода воды. Поэтому не попадает. Сами порыли канавы. Сами по улице. Ну, население, вот люди живущие рядом. Подправляем, как говорится, для засорения, чтобы мусор убрать. Паводковые воды дома Анатолия Ивановича не беспокоили и в прошлые годы. Он говорит, ручьи уходили прямо во враг по заготовленным заранее путям. Дом от затопления спасает то, что он находится на высоте. Анатолий Иванович каждый год встречает весну традиционно. Убирает снег с крыши и со двора. А вот автомобилистам частного сектора хоть готовься к паводку, хоть нет. А с трудностями столкнуться придется в любом случае. Это не половодие сейчас, что вы снимаете. Здесь бывает половодие такое, что река течет полным ходом, дорога вся, просто сплошная вода. То есть здесь невозможно не то, что на машине проехать, здесь на тракторе нельзя проехать. Вот. И эта беда течет со всей Богданки, вот отсюда, сверху, с соседних улиц, со всех. Никакого достока абсолютно нет. Водители говорят, на улице нужно построить хороший ливневый сток. В разгар таяния снега улицы затапливает и в частном секторе северо-западного района Чебоксар. Но такого, чтобы вода просочилась в подвалы, жители не припомнят. Вот. А там тает и сюда затекает. Доски все мокрые. А так, чтобы вода, прям вода текла. Нет, такого не было еще. Надо снег туда кидать и стоять, в которой вода тает, сюда течет. Надо ее вот те годы ковщиком в ведро набираем и выливаем туда. Ведро набираем и выливаем туда. Каждый из жильцов делает канавы около своего жилища, засыпает их землей и подправляет каждый год, чтобы вода, миновав дом, направилась прямо во враг. На сегодня в Чувашии потопленных населенных пунктов нет. Но из-за обильного снеготаяния угроза потоплений пониженных участков все же существует, сообщает информационное агентство «Регнум». Согласно прогнозам специалистов, пик весеннего половодья в Чувашии придется на вторую декаду апреля. Наибольшую опасность большая вода представляет в Алатарском, Батаревском, Вурнарском, Комсомольском и Цивильском районах. По данным синоптиков, с 7 по 10 апреля в республике ожидается мокрый снег. Может выпасть треть месячной нормы. Существенное потепление ожидается только с 16 апреля. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.